Ну что, опять снимаю ночью, сэ ля ви такая. Сегодня в кадре я и моя тень, это уже стало доброй традицией на канале. Все, что могла, сделала. У меня появился вот такой вот огромный белый зонт рассеивания для рассеивания света. Появились хорошие высокие штативы, хорошие лампы. Но что есть, то есть. Тень, она меня всегда сопровождает. По крайней мере, хотя бы желтизна картинки, которая меня безумно раздражала, она ушла. Так что тестирование продолжается. Если хотите, покажу вам небольшой театр теней. Кстати, один из древнейших видов театрального искусства, так что не так уж и стыдно. Ну да ладно. Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Елена. И сегодня говорим с вами о вязанном зимнем платье. Пожалуй, сначала я расскажу предысторию о том, как это платье создавалось, как оно было задумано, из чего связано. Ну а затем уже покажу его. Причем покажу на модели. И хорошая новость для тех, кто давно смотрит видео. По крайней мере, Матильда вернулась. Ну я этому очень-очень рада. Итак, вот все, что осталось от, собственно, бобины, большой бобины, на которую была намотана пряжа. Здесь было 1300 грамм пряжи. Пряжа от Семеновской фабрики, я думаю, что многие из вас ее знают, называется она Лидия. Это полушерсть 50%, шерсть 50% акрил. Ниточка очень тоненькая, тоненькая, тоненькая. Здесь в 100 граммах содержится 1300, простите, 1600 метров. Можете себе представить? 1600 метров. Тонюсенькая-тонюсенькая ниточка, разумеется. Вязать следует в несколько сложений нити. Цвет. Цвет очень красивый, необычный. Называется красиво полынь. И, знаете, у него интересная особенность. Я ее заметила, кстати, не сразу. Мне об этом сказали окружающие, близкие. При дневном освещении этот цвет уходит, очевидно, уходит в зелень. Причем такая зелень с намеком на хаки. Такая какая-то очень непонятная, размытая зелень, но тем не менее очевидная зелень. А при электрическом освещении искусственном здесь проглядывает серый. Тоже такой еле-еле размытый, такой вот приглушенный, но все-таки серый. Собственно, платье выполнено в очень простом дизайне. Нижняя часть – это лицевая гладь, а вся верхняя часть – это резиночка 2х2. Вот. Такая вот резиночка. Собственно, это образец. Почему так? Почему такой выбор? Давным-давно у меня было платье, любимейшее платье от марки Benetton. Черного цвета, трикотажное, которое я носила на работу, заносила его, можно сказать. Ну, оно уже, да, действительно в таком неприглядном виде, что уже на люди, конечно, в нем нельзя появиться. Так вот, оно было выполнено именно так. Очень строго, просто и лаконично. И этим мне оно и нравилось. Нижняя часть – лицевая гладь, верхняя часть – резиночка. А вот эта часть нагрудная, да, воротничковая, давайте ее так назовем, она была выполнена из атласа. То есть здесь была вшита вставка атласная, и на ней был черно-белый принт. Довольно интересно смотрелось. И вот мне хотелось это платье повторить. Но не точь-точь, конечно, не в черном цвете. И когда мы с мамой бродили по магазину на Семеновской, а там, надо сказать, довольно большой выбор бобинной пряжи, расцветки очень красивые, действительно очень красивые, благородные, яркие. Хотите неоновые? Пожалуйста, неоновые. Ну, действительно, там богатый выбор, чего же скрывать. Вот этот цвет, надо сказать, меня на него уговорила мама. Я не была в нем уверена, я сомневалась, мне казалось, что это не самый удачный выбор. Сейчас, конечно, да, сейчас мне он нравится, потому что я уже привыкла к нему, сжилась с ним. Но поначалу в бобине он меня не убедил, не оказался таким выразительным, чтобы вот сразу привлечь внимание. Напомню, называется он Полынь. Ну, так или иначе, приступила я к работе. Связано платье в две нити, в два сложения. Сейчас я вам покажу, вот, для пущей убедительности. И, соответственно, для такой тоненькой ниточки логично, что требуется тоненький инструмент, тоненькие спицы. Такие нашлись в арсенале. Вот они. Есть еще похожие спицы, но они, конечно, потолще. Мамы утверждают, что это индийского производства спицы, индийского происхождения. Хотя, бог его знает, нигде, естественно, от нее написано не указано. Никакой маркировки на них нет. Они у нас со времен Вселенского потопа. Но, по крайней мере, откуда они, я не знаю. И сколько им лет, тоже не знаю. Когда вязала, была уверена, что это спицы размером 1,5 мм. Ну, вот почему-то была в этом уверена. Но потом позже выяснилось, что нет. Нет. Это 1,3 мм. Вот такие вот кривенькие, косенькие, невзрачные, самые обычные спицы. Действительно кривенькие. Почему прямые, спросите? Почему не круговые спицы? Можно же было пойти и приобрести хороший инструмент, даже такого тоненького размера. Почему бы нет? Знаете, любопытное наблюдение. Пожалуй, поделюсь с вами. Когда вяжу лицевую гладь и вяжу на круговых спицах, то неоднократно замечала, что у меня гуляют петельки. Они у меня получаются неровными. Вероятно, это связано с тем, что все-таки постоянно происходит вот это перескакивание. Натяжение петельки меняется, когда она перескакивает с самой спицы на леску и потом обратно. Вероятно, это причина деформации. Потому что никакой другой причины я объяснить не могу. Когда я вяжу, конкретно я вяжу на прямых спицах, даже не важно, что они не совсем прямые, что они уже кривые косые. Но тем не менее, когда вяжу на раздельных спицах, полотно получается ровнее. Причем заметно, очевидно, ровнее. Вот такое вот наблюдение. Надо сказать, что платье вязалось долго, мучительно, просто невыносимо мучительно, год. И порой, конечно, глаза уставали и приходилось прибегать вот к этому моему знамечательному помощнику. Классный инструмент, на самом деле, палочка-выручалочка. И если вам предстоит работа с тонкими инструментами, с тонкими спицами и с тонкой пряжей, то очень даже рекомендую. Ну ладно, что я все говорю-договорю, давайте же скорее посмотрим на это платье. Итак, для новых зрителей расскажу. У меня есть подруга, очень творческая дама, творческая личность, зовут ее Матильда. И раньше, вот в ранних моих роликах, она активное участие принимала, действительно помогала мне, показывала на себе мои работы, модели. И мне так было проще, потому что гораздо проще рассказать об изделии, показывая на ком-то, нежели вот на себе и тут же рассказывая. И, в общем-то, все было замечательно, но потом случилась неприятность, у Матильды случились проблемы со здоровьем, я бы так сказала. Слава Богу, все это позади, и она теперь снова в строю и согласилась сегодня показать платье, продемонстрировать платье. Итак, давайте же скорее я вас с ней познакомлю. Ну, собственно, вот она, моя Матильда. И знали бы вы, как я расстроилась, когда утратила свою прежнюю Матильду, а именно разбила чашку, которая выполняет роль головы. И действительно было сложно найти вторую, такую же похожую чашку нужного размера, чтобы ее диаметр соответствовал диаметру горловины. И чашка могла устанавливаться на манекен. Но, слава Богу, это удалось. Так что все страдания и переживания позади. И подруга снова в строю. Ну, это все лирика. Давайте же расскажу вам теперь подробно про само платье. Как я уже сказала, оно выполнено из отдельных частей. Отдельно переднее, отдельно спинка, отдельно рукава, отдельно бород. И только лишь вот эта планка цельно вывязанная. Она вязалась сразу, одновременно, когда вывязывалась верхняя часть. На самом деле все технические характеристики, которые я сейчас буду озвучивать, они, конечно, могут вам пригодиться. И не обязательно вовсе вязать точно такое же платье, и не обязательно его повторять. Но вдруг вы захотите применить какие-либо приемы технические, либо вам понравятся какие-то отдельные элементы, и вы захотите их применить в своей работе. Поэтому считаю правильным рассказать обо всем, обо всем максимально подробно. Давайте же начнем с самого-самого начала, поскольку платье вязалось снизу вверх. И, собственно, так поступательно мы с вами будем продвигаться. Вы видите, что внизу платье начинается планочкой, и очевидно, что эта планочка прострочена на швейной машине. Вот наглядно видно шов. Действительно, все платье полностью собрано и отстрочено на швейной машине. Я этого делать не умею, все это делала моя мама. И обязательно расскажу вам о том, каким образом этот шов выполнялся, как он и чем он обрабатывался, но об этом чуть-чуть позднее. Итак, что из себя представляет полотно, когда мы только-только приступаем к вязанию? Сначала, конечно же, был связан образец. Я вам сейчас показываю образец, который выполнен резинкой 2х2, и, собственно, он шел для расчета верхней части платья, но точно такой же по размеру, вот ни больше ни меньше, был связан лицевой гладью. Тут ничего особенного. Как всегда, связан образец. Затем был проведен расчет, сколько петель нам необходимо набрать. Для этого высчитывалось, сколько петель находится в 10 сантиметрах, в 1 сантиметре. В итоге, что же получилось? Получилось вот что. На начальном этапе внизу было набрано порядка 700 петель. Я сейчас нисколько не преувеличиваю, порядка 700 петель. Вы видите, насколько они маленькие, насколько они крохотные. Вот такие вот крохотулечки. Давайте я покажу вам для наглядности. Вот они. Вот такие вот малышата. Соответственно, около 700 петель на один ряд. А один ряд, друзья мои, это приблизительно вот такое вот расстояние, точнее, вот такая высота. Давайте их сейчас посчитаем, чтобы не ошибиться. Скажу сразу, забегая наперед, в этом платье более тысячи рядов. До тысячи я считала, затем уже сбилась. Это просто стало абсолютно бессмысленно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Итак, вот это вот расстояние, дорогие мои, это десять рядов. Можете себе представить? Вот это вот десять рядов. То есть, десять раз, 700 петель в одну сторону, 700 петель в другую сторону, 700 петель в одну сторону и в другую сторону. Конечно, неудивительно, что платье это вязалось столь долго, год, как я уже сказала. Но я надеюсь, все-таки, что результат этот оправдал такие сложные и мучительные трудозатраты. В самом начале я сказала, что основой для подражания образцом выступило черное платье. Так вот, оно, по сути, выступало в качестве лекала, в качестве выкройки. То есть, все время во время вязания полотно прикладывалось к платью и все время сверялось, как по высоте, так и по ширине. Что касается убавок, то они у меня здесь, конечно же, идут, вот сейчас покажу вам шовчик, идут вдоль шва. Все это, повторюсь, измерялось с выкройкой, так называемой, то есть с готовым платьем. И все убавки идут в шов. Что касается шва, то внизу здесь в шов припуск был четыре петельки, вот здесь вот. А чем выше мы поднимаемся, чем выше я, точнее, поднималась, тем меньше петель закладывалось в шов. И конкретно здесь, уже на этом уровне, уходило две петельки на то, чтобы убрать их в шов. Тот, кто вязал со мной платье Мессони по мастер-классу, тот помнит, как я подробно-подробно рассказывала вам о методах и о способах построения выточек. Вот конкретно здесь, на пояснице, да, в каком месте мы их ставим, как мы их вымеряем и почему именно здесь. Не применен. Здесь нет никаких выточек на убавление, здесь убавки только в швах. Ну а затем резинка два на два, она естественным образом присбаривает полотно. И таким образом я смогла добиться сужения, причем довольно значительного сужения в области талии. Вот видите, как раз то, о чем я говорила. Цвет платья изменился и он сейчас выглядит как будто бы такой приглушенно-серый, да, разбеленный серый. Хаки здесь практически не проглядывает. Ну хорошо, связалась гладь, затем на уровне талии начинается резиночка два на два. Никаких плавных переходов, довольно резкий переход с одного рисунка вязания на другой. Вязала, вязала, вязала. Дошла до того уровня, где я решила, что начну вывязывать планку. Разделила вязание ровно на две части, повесила маркирочек и далее вязала сначала отдельно одна сторона, затем отдельно другая сторона, одновременно вывязывая планочку. Сейчас я покажу вам, как она выглядит. Кстати, вот эти вот кнопочки, которые вы видите, их ставил мой папа. Да, я вам потом покажу агрегат, на котором мы их ставили. И, к слову сказать, занятие это очень неблагодарное, потому что кнопочки эти достаточно дорогие, это перламутр. И пока вот эту вот семерку, здесь их семь штук, мы поставили, более десятка мы перебили, к сожалению. Поэтому не повторяйте этой моей глупой ошибки. Если вдруг будете применять фурнитуру в своем изделии, то лучше сразу прощайтесь в ателье. Я уверена, что в любом городе, в любом месте, где вы живете, всегда найдется ателье, и вам профессионально поставят фурнитуру. Итак, вот она планочка. Вяжем, вяжем, вяжем ряд. Дошли до серединки. Отсчитали 12 петель от края, и начинаем вывязывать лицевыми петельками. 12 петель на переднюю сторону планочки, 2 петельки на подгиб, и 12 петель на оборотную сторону планочки. Собственно, вот так вот она вяжется. То есть, если мы вот здесь не сшивали ее, то у нас бы, получается, было бы вот здесь дополнительных 24 петельки. Простите, 26 петелек. Вот так вот. Отдельно болталась с одной стороны, и то же самое, абсолютно такой же прием вот с этой стороны, когда вывязывалась эта сторона. По мере того, как планочка вязалась и приближалась постепенно к вороту, вот здесь, вот на оборотной стороне, был вывязан вот этот вот затейливый элемент. Вот я, честно говоря, сама никогда в жизни не догадалась бы о том, что это нужно сделать. Меня убедила мама. Она показала наглядный пример на черном платье, и да, действительно, эта штуковина там присутствовала. На самом деле, эта прослойка, она позволяет, во-первых, ну, держать форму для планки, а также удерживает ворот, чтобы он был плотненький, чтобы он стоял как следует. Значит, ну, понятно, да, что вывязывается эта штука с помощью прибавок постепенных. Вот она уходит туда, назад, назад, назад. И моя мама, когда уже сшивала платье, она его укрепила, проклеила, это проклеенная ткань для текстильных изделий, если я ничего не путаю. Ну, по крайней мере, так мне сказала мама. И вот эта штука замечательно удерживает уже наш ворот. Ну, а что касается ворота, то сейчас я вам расскажу, как он вязался. Вот вы видите, что ворот цельно вязанный, здесь нет никаких швов. Вот, это вязался прямоугольник, большой прямоугольник, с одной стороны более острые углы. Да, вот если вот так вот развернуть и посмотреть, вот как вот он выглядел. Соответственно, вот такой вот, и с этой стороны тоже, потому что он же у нас с вами двухсторонний. Вот, направление вязания горизонтальное, то есть вязался он отсюда и сюда. И единственные швы, которые здесь имеются, это вот по бокам, соответственно, они сшивались с изнаночной стороны. И точно так же они проклеены тканью, как и вот эти вот, я даже не знаю, как это правильно назвать. Как и вот эти элементы, давайте назовем так. Я вам обязательно покажу, как платье выглядит с изнаночной стороны, покажу вам швы и расскажу, как они оформлялись. Но давайте сейчас поговорим о рукавах. Рукава здесь три четверти. Это намеренный выбор, намеренное решение. В общем-то, можно было связать и длинный рукав, как полагается, но мне захотелось именно такой. На самом деле, я очень люблю эту длину. А здесь все традиционно, да, то есть вот набрали, набрали ряд, резиночка 2х2 и пошли вязать его кверху. Естественно, он имеет шовчик, то есть это не по кругу вязался, нет, это оборотными рядами. И так как он начинается сразу чуть-чуть дальше от локтя, ну то есть традиционная длина 3 четверти, то прибавки пошли буквально сразу. Собственно, наглядно видно, как рукав расширяется, постепенно расширяется. Видны прибавочки, точнее форма рукава. Ну а теперь давайте посмотрим, как он выглядит с оборотной стороны, там где шов. Тоже очевидно, прибавки с двух сторон, с этой и с этой. И делала я их каждые 7 рядов. Вот, прибавочки, прибавочки, прибавочки. И вышли до проймы. Вот мы с вами и добрались до оката и до проймы. Меня просили рассказать, как она здесь вывязана. Итак, давайте сначала поговорим про окат. Ясно, что на переднюю часть, там где у нас будет грудь, нам требуется большее здесь количество полотна. А здесь выделено большее количество петель. Вот здесь вот, да? Мы сейчас говорим с вами про нижнюю часть, которую, если вы вяжете реглан, то вы называете эту часть подрезом. Итак, от центральной петельки в сторону передней части, в сторону груди, здесь выделено 20 петель без убавок. А в сторону спинки 11 петель без убавок. Ну, а затем уже пошли убавочки. Убавочки через каждые 4 ряда. Вот, собственно, это даже видно, да? Давайте покажу вам на примере. Вот резиночка. Раз, два. Раз, два. Вот они соединились. Две петельки мы убрали. И из четырех петелек, вот они, у нас появилось две. Две петельки убрали. Провязали 4 ряда. Встретились с соседней резиночкой. Две убрали. Они переросли в две. И вот так вот постепенно, постепенно, вот так вот сходясь, как в море корабли, у нас вывязывался окат. Еще один важный момент. Здесь же у нас шов все-таки идет. Поэтому 4 петельки сразу закладывались на шов. 4 петельки со стороны рукава. Да, я сейчас рассказываю все, что касается только рукава. Пройму я сейчас пока не трогаю. 4 петельки на шов. Потом 4 петельки провязывались просто лицевой. И затем уже делалась убавочка. Вот, вы видите. Смотрите, убавочка. Потом 1, 2, 3, 4. Две лицевые, две изнаночные. И только потом шов. Вы уж бога ради меня простите, что мы с вами тут такой ювелирной работой занимаемся. Но что поделать? Надеюсь, наглядно видно, что я сейчас имела в виду. Вот все соединения. И еще обратите внимание, что на рукаве убавок значительно больше, чем со стороны проймы. Видите, да? То есть пройма у нас заканчивает убавляться вот здесь вот. А рукавчик мы все еще убавляем, убавляем. И выходим на прямую, абсолютно прямую линию. Вот здесь вот на уровне плеча. Я вам потом, когда изнаночку будем смотреть, я вам покажу, как рукавчик выглядит с изнаночной стороны. Отлично. Теперь давайте рассмотрим пройму, как она вывязывалась. Итак, идем вниз, начало проймы. Ну, давайте, давайте условимся, что это у нас подрез. Итак, понятно, что на грудь нам следует отложить больше петелек для того, чтобы у нас сформировались так называемые рассеянные выточки. Кстати, тот, кто смотрел мой мастер-класс по платью Миссони, вы должны помнить, я там рассказывала про рассеянные выточки, которые очень легко вязать, гораздо проще, чем традиционные выточки, которые зачастую ломают рисунок. Так вот, рассеянные выточки, они незаметные, но благодаря им можно посадить изделие вот так вот на грудь, чтобы ничего нигде, вообще абсолютно нигде, никак не присбаривало. И на самом деле этот эффект очень хорошо смотрится не только на резинке, он смотрится и на лицевой глади, и на, как это называется, бабушкины петельки, да, когда лицевыми петлями только вяжем. Итак, что касается нижней части, вот здесь вот 24 петельки было отложено, помним, да, что на рукавчик 22, а на пройму 24. Здесь точно так же, как и на рукавчик, 11 петель, и затем начинаются убавки. И вот они пошли убавки, точно таким же способом, как и на рукаве, делались убавки по 2 петельки, перекрещенным образом, естественно. Каждые 6 рядов убавочка, 6 рядов убавочка, и так 9 раз. Затем убавочки заканчиваются, и дальше вязание идет по прямой до плечика. Плечика здесь скошенная. Это что касается передней части. А что касается спинки, то убавочки здесь делались 8 раз. Не 9, а 8 раз. То есть мы закончили делать убавки чуть ранее, чем со стороны груди. Итак, что же такое рассеянные выточки? Да это не что иное, как прибавки. А вот хорошо видно, как они начинаются. Вот видите, да, то есть шло ровненько-ровненько, шло полотно, а потом пошли прибавки. Дорожки 1, 2, 3, 4. То есть пошли прибавления на переднюю часть полотна для посадки. А как они рассчитываются? Да, очень просто. Берете обхват талии, затем берете обхват груди по самой выступающей точке, и определяете разницу между этими данными. Итак, определили разницу, затем эту сумму мы делим на 2. Почему на 2? Да, понятно, потому что передняя сторона и задняя. Нам нужна только одна вторая, потому что, слава богу, грудь у нас только спереди. Итак, вот от этой суммы, от 1 и 2, от разницы, мы теперь должны еще раз на 2 поделить. Почему? Потому что выточки-то у нас с двух сторон. У нас же два рукава. Раз и два. И вот, собственно, таким образом мы понимаем, сколько петелек нам нужно добавить постепенно, чтобы мы вышли на нужный нам обхват груди. И если посмотреть вот так вот, фронтально посмотреть на эту верхнюю часть, то, соответственно, она будет выглядеть вот так вот. Если положите на горизонтальную поверхность, то она будет выглядеть вот так вот, конусообразно. Собственно, так вывязываются абсолютно все платья с рассеянными выточками. Если вам сложно на слуху ловить ту информацию, которую я сейчас озвучила по поводу выточек, например, вы запутаетесь с расчетами, не поняли формулу, тогда настоятельно рекомендую вам посмотреть мастер-класс мой по поводу платья Missoni. Там очень-очень подробно и наглядно я показываю формулу, поясняю ее, и, соответственно, вместе с вами мы там рассчитываем выточки. Сложного здесь абсолютно ничего нет. Собственно, основные моменты я вам рассказала. Сейчас давайте посмотрим на платье, так сказать, с его стыдливой изнаночной стороны. Кстати, я вспомнила, как вот эти элементы называются. Это подбортики. Боже мой, ну как же мне сразу не хватило ума-то вспомнить. Это подбортики. Вот таким образом оформлены все швы. Я сама не занималась сборкой изделия. Все это делала моя мама, выполняла моя мама. То, о чем я говорила. Я обещала показать вам, как выглядит рукав. Вот, помните, я говорила о том, что он постепенно идут убавки и убавки. На каком-то этапе убавки заканчиваются. Далее полотно вяжется по прямой. И в результате вот таким образом здесь получается просто прямая линия, которая затем ушла в шов. Как я сказала, на разных этапах для шва закладывалось несколько петель. Например, внизу платья закладывалось 4 петельки. На уровне талии 2 петельки. Здесь снова 4. Вот отчетливо видно. Причем все они провязаны лицевой. То есть с той стороны лицевая, с этой стороны изнаночная. Для того, чтобы было четко видно, где должны проходить границы шва. То есть это такая подсказка на будущее. Кстати, имейте в виду этот способ. Вам будет потом удобнее. Если вы готовитесь вязать шивное изделие, то чтобы самим себе помочь, вы можете заранее во время вязания выделять место, где будет проходить шов. Просто либо изнаночными провязывая, либо лицевыми, если вдруг у вас какой-то отдельный другой рисунок, не лицевые петли, не простая гладь. Вот, собственно, то, о чем я говорила. Бога ради, простите, что показываю вам фотографии. Дело в том, что на сборку платья я отдавала маме. И, соответственно, все оборудование находится у нее. Она мне прислала фотографии, чтобы наглядно показать вам, собственно, на чем она платье собирала. Ну и заодно, надеюсь, вам это будет полезно. Вы, если вдруг захотите тоже собрать свое изделие не вручную, а на профессиональном оборудовании, то вы сможете просто зафиксировать эту информацию и затем составить грамотное техническое задание для ателье. Итак, вот плоскошовная машина. Называется она «Мэрилок». На самом деле это оверлок, который еще и трикотажные швы выполняет. Ворот прострочен швом номер 5. Вот, на фото он первый в нижнем ряду. Вот эти элементы, которые вывязаны с оборотной стороны планки, называются подбортиками. Да, я говорила элементы. Элементы называются они подбортики. Так вот, они обработаны швом номер 1. Ну а низ платья, то есть планка, подшита швом номер 6. На фото он второй в нижнем ряду. Ну а про кнопки я вам уже сказала, что устанавливались они на вот этом вот агрегате. На самом деле эта штуковина весьма-весьма доступна. Она продается буквально во всех магазинах для рукоделия. Но справиться с ней очень сложно. По крайней мере, лично у меня никогда не получалось. Всегда призываем на помощь папу. По большому счету это платье какое-то семейное получилось. То есть каждый член семьи приложил руку к его созданию. Так вот, прежде чем удалось хорошо, правильно поставить кнопки, к сожалению, многие из них были навсегда утеряны. Ну то есть просто-напросто их разбили. Потому что для того, чтобы закрепить эту кнопку, сверху приходилось работать молотком. Да, абсолютно серьезно говорю, работать молотком. А кнопки перламутровые, поэтому, к сожалению, не каждая из них выдержала такого натиска. Собственно, это все. Больше мне сказать добавить нечего. По крайней мере, фурнитуру самостоятельно устанавливать. Тем более, если вы с этим никогда раньше не сталкивались, я бы вам, пожалуй, не стала бы советовать. Ну, собственно, это все, что я могла рассказать вам, показать вам. Если вы досмотрели это видео до сей минуты, значит, вы большие молодцы. И, значит, вам действительно интересно разобраться во всем этом и вся эта тема. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. В следующем видео обязательно расскажу вам про кардиган, связанный из этой же пряжи Семеновской фабрики. До новых встреч. Всем пока. Ну, а Матильда для вас, пожалуй, станцует. Матильда для вас. Матильда для вас.